итак я прежде всего хочу всех поприветствую полный все кто пришел сегодня такой замечательный можно сказать labor day weekend labor day weekend многие люди разъехались а мы собрались здесь прежде всего я хочу сказать что мы собрались для того чтобы вспомнить о ушедшем человеке мужа отце дедушки и прадедушки который оставил после себя 56 потомков и звали его юрий ариевич фатахов и по-еврейски мы вспоминаем его имя как юхай бен фрихо я хочу также выразить соболезнования потому что прошло всего только три месяца прошло три месяца с момента кончины всего вдове юрия ривича зинаиде ильин ильинич не его дочери риве я дочери его дочери его о дочери риве я должен сказать благодаря дочери риве настойчивости она не только мне позвонила мне дозвонилась не и не не в этом дело и в общем да я не знал я не мог я не знал я не мог правда и рива спасибо вам что я могу быть с вами сегодня спасибо вам большое хочу за благодарность миши и были и соболезнования естественно риве миши были и это две дочери и сын юрия ривича которые поделились также со мной некоторыми воспоминаниями риве ривича если вы захотите из наида или именно что-то добавить сказать то пожалуйста какие-то важность хорошо я остановлюсь и вы скажете хорошо отсутствует сегодня с нами находящаяся в израиле дочь флора и у нас есть маша в сан-диего я правильно говорю из света в лос-анджелесе и вот и хотя их нет сейчас нами но у нас там идет запись и поэтому может быть на эту запись моим прибросим в израиль в сан-диего в лос-анджелес вот и они к нам присоединятся поэтому я хочу начать начать нашу встречу и сказать что действительно этот день поскольку мы встречаемся сегодня это лейбрдый уикенд и мы могли бы назвать этот день лейбр день труда так можно сказать нет или день службы нет как сказать по-русски да и вот я подумал что это особый день для того чтобы задуматься о том как служить все служим вопрос кому служить мы служим царю конечно особенно в преддверии праздника рожа шаны когда мы принимаем всевышнего царем это очень подходящее время вспомнить о том кто такой царь и как мы приближаемся к нему и думаю что не случайно что мы встречаемся сегодня и вспоминаем о жизни юхай бен фрихо юрия ревича я когда спросил его дочери его сына мишу о том что мы не могли бы о нем сказать и они мне сказали такую вещь что он всегда помогал людям я дар сразу скажу слово но это не означает что он всегда помогал но иногда нет он всегда помогал людям когда он видел что кто-то нуждается в поддержке что какой-то ребенок нуждается в том чтобы вы поддержали брат или сестра нуждается в том что поддержали он посылал им деньги помогал им получать образование он это делал скромно когда люди делают что-то и карты казка не гордятся а какое правильное слово как привести шоу of они что-то делают они хотят показать когда человек человек делает что-то на самом деле настоящее то он же делает это зачастую очень очень скромно случайно в сидуре мы говорим вы скажите мне правильно есть это все дуре пухарской общины я знаю что в ашкенарском есть слова лаулами и адам я реша моим бассета пусть всегда будет человек богобоязненным бассета означает в тайне потому что когда человек делает доброе дело или показывает свою религиозность открыто при всех особенно если это показуха то мы не знаем насколько это настоящее насколько это действительно внутреннее его когда человек делает что-то скромно не пока не показывает и никому то это безусловно на самом деле мы знаем о том что миша сказал мне что юхай юрий ревич пихо знал дни рождения своих детей своих внуков и правнуков и дарил им что календари свои календари которые он сам делал и на календарях он писал что он писал лишь дни рождения всех детей чтобы они знали друг друга могли друг друга поздравить тоже слава богу 56 человек они все должны друг это можно забыть уже да если спросите меня когда мои дети родились я тоже должен обратиться к календарю который моя жена делает так и что же и он писал там еще одна очень важная вещь что он списал держите связь друг другом друзья держите связь другом вот мне кажется это очень очень важный момент я даже сразу скажу одну малюсенькую вещь которая может быть имеет отношение может иметь конечно имеет что такой царь некоторые думают что царь это властелин мы грим нет не видите слова властелин это шалит милых означает что совсем другое слово лихахиль означает объединять млуха означает объединение милых это объединяющий якова вину был царем потому что он объединял своих детей вместе царственность отца проявляется в том что он дарит им подарок свой календарь и каждому говорит дети будьте вместе когда яков попросил всех детей собраться он сказал я открою вам когда придет маших придет ахарита ямим и что он сказал им дети соберитесь вместе мудрецы спрашивают подождите но ведь он не сказал им когда придет маших там же не написано не он не сказал когда придет последние дни а в книге сияние зор говорится что все что он хотел сказать ту тайну которую он хотел им открыть он открыл какую же тайну какую же тайну он сказал правильно он сказал идите я открою вам когда придут последние дни дети соберитесь вместе говорит книга сияние зор кабалы это есть та тайна которую открыл якова вину своим детям и потому дети его потомки якова бне израэль бне яков сыновья якова по сегодняшний день три с половиной я сказал больше почти четыре тысячелетия спустя остаются одной семьей и одной одним народом благословение вашей семье чтобы эти пятьдесят шесть потомков помнили слова отца который говорил дети оставайтесь вместе как проявляется между прочим в роша шану эту и эта идея в роша шану мы будем стоять в этот день молитвы и каждый будет просить о чем казалось бы в роша шану в новый еврейский год человек должен был бы просить о том чтобы он был здоров чтобы у него была хорошая работа или хороший доход да ну естественно многое другое удивительно вы не найдете практически в молитвах ни роша шаны ни емки пура ни упоминания о здоровье о зарплате о благосостоянии о процветании их нет почему нет говорят мудрецы вы знаете почему потому что в этот день роша шаны человек должен решить для себя каким человеком он хочет быть перед ним открывается две книги книга праведников и книга негодяев и его будут записывать ту или в другую и он говорит всевышний запиши меня в книгу праведников имея в виду что конечно всевышний хотел бы его записать в книгу праведников для того чтобы всевышний записал его в книгу праведников этот самый человек прежде всего сам должен захотеть стать и жить праведником поэтому это вопрос прежде всего самого человека Но мудрецы говорят, трепет перед небесами в руках только одного человека. Но все остальное, будет ли он богатым, будет ли он здоровым, или наоборот, это все в руках небес, так говорят мудрецы. Многие вещи, о которых мы очень и очень беспокоимся, они в руках небес. А то, что не в руках небес, а в руках человека, это выбор человека между добром и злом. Будет ли он праведником, или будет ли он негодяем. Это как раз выбор его. Был и замечательный раввин, которого знали, раби Исраэль Салант. Раби Исраэль из города Саланта. Жил где-то в Литве, где-то около двухсот лет тому назад. И он говорил, вы знаете, тайна Рошашаны. Каждый должен в этот день думать о своей душе. Он говорил, вы знаете, вообще ошибка людей, они все думают на протяжении всего года, как нужно спасти другую душу, а этого человека надо исправить. И этот человек, его нужно сделать лучше, и этого человека нужно сделать. Каждого человека мы хотим исправить. Мы хотим спасти чужую душу, но заботимся и беспокоимся о благосостоянии собственного кармана. Он говорит, наоборот. Человек должен думать о благосостоянии других людей. А если он их должен спасать чью-то душу, то прежде всего, свою собственную. В Рошашану он говорит, мы не спрашиваем что-то о себе. Не говорим, дай мне здоровье, дай мне зарплату, дай мне благосостояние. Потому что это наше материальное. Наше духовное в наших руках в Рошашану. Наше материальное, мы о нем не думаем, мы не заботимся о нем. Потому что оно не в наших руках все равно. Говорят мудрецы. А вот есть одно правило, говорил рабы Саланд. Материальное благосостояние другого человека – это мой духовный мир. Заботиться о другом человеке и помогать ему – это мой духовный мир. Потому, несмотря на то, что я не молюсь о себе, о своей зарплате, о своем здоровье, я могу молиться и должен молиться о здоровье, счастье, благосостоянии моих близких, моей семьи и моей общины. Сам и себе я молиться не должен. Просто так. Но молиться о всех других я могу, потому каждый должен в Рошашану молиться друг о друге, говорил он. И все мы должны молиться друг о друге. И даже более того, если мы молимся друг о друге, то мы молимся и о себе. Почему? Всевышний дай мне силы, чтобы я мог помогать близким. Всевышний дай мне здоровье, чтобы я был полезен и нужен своей семье. Если мы молимся о других, то мы можем среди них молиться и о себе тоже. Потому, что на самом деле человек, он должен помогать, помогать, помогать другим. И тут я должен сказать, что помню, как-то однажды я преподавал в класс в школе, в Сайной Академии, много лет назад. Преподавал в класс. И я помню, я говорил о том, что люди делятся на две категории. Я говорил о книге замечательного, известного раввина Раф Деслера, которая называется на иврите «Мехтавы ми Ильягу». Раф Илья у Деслера написал прекрасную книгу по-английски, она называется «Striving for Truth». И там он написал отдельную главу, которая называется на иврите «Кунтерса Хесет». Это «Эсэй у Хесет». Эсэй о добре, о добрых делах. И он говорит там, что все люди делятся прежде всего на людей, дающих, и людей, берущих. Понятное дело, что у каждого из нас есть и то, и другое, но в конце концов, есть люди, берущие. А они дают, они дают взятки. Они дают кому-то для того, чтобы в конце концов что-то взять. Я ему дам, он мне даст еще больше. Я сделаю мое одолжение, чтобы получить от него чего-то еще. А есть люди, дающие, которые даже когда берут что-то для себя, они берут для того, чтобы у них было больше здоровья и больше сил, помогать другим и давать другим еще больше. Поэтому в конце концов, каждый человек взвесывается на весах. И мы хотим задать себе вопрос. Этот человек живет ради себя, как эгоист, а этот человек живет ради других, как альтруист. Этот человек щедрый и добрый, а этот человек эгоист, который думает только о себе. И поэтому в конце концов, когда в Росшану идет суд, то люди записываются, так сказать, и записывают их. Или в книгу «Праведнее», в которой помогают другим и думают о других и творят добрые дела. Или те, которые только и думают о том, как бы убывать у других и взять себе. И один мальчик поднимает руку, зовут его Илья, слава Богу, он уже не мальчик, поднимает руку и говорит. Он говорит, вы знаете, я с вами не согласен. Он говорит, я думаю, что каждый человек эгоист. Нет не эгоистов. Почему? Он говорит, очень просто скажу. Потому что, ну, он говорит, почему человек берущий берет себе, ему приятно, ему нравится брать. А почему дающий дает? Ему нравится давать. Так они, это же одно и то же. Это ему приятно брать, это ему приятно давать. Это ему приятно зарабатывать деньги, а это ему приятно делиться деньгами. Это ему приятно воровать. А это ему приятно быть щедрым и помогать бедным. Ну, какая разница? На самом-то деле, это то и другое, это делает себе удовольствие, это делает себе удовольствие. Вопрос? Какая же разница? Глубокий вопрос. А, кто-то ответит? Один делает удовольствие, ущерб другого. Есть, который только любит давать, он и для себя, и для других. Но он даже может в ущерб себе последним поделиться. Он даже и это может сделать, да? Но тот ему говорит, ну это хорошо, он все равно делает, ему приятно он делает. То есть все люди руководствуются своим чувством удовольствия. Один получает удовольствие от того, что он дает, а другой получает удовольствие от того, что он дает, ну и отберет. Ну, какая разница? Мы же одно и то же. Интересный вопрос? А, мы задумались. Миша, задумались? Много лет прошел с этого вопроса. Я помню, что обсуждал его тогда. И вот буквально пару дней назад, точнее в шаббат, а иначе говоря, вчера, в шаббат, читая я книгу Равдессера, вдруг натыкаюсь прямо на этот вопрос. Ты смотри. Он прямо задает этот вопрос. Какая разница между человеком берущим и человеком дающим? Казалось бы, тот делает свое удовольствие, и этот делает свое удовольствие. Казалось бы. Он говорит, давайте зададим вопрос о том, это философский, глубокий, каббалистический вопрос, мистический вопрос. Зачем Всевышний сотворил мир? Казалось бы, вопрос далекий, а на самом деле не такой же далекий. Царь Соломон отвечает, Олам Хесет Ебане, мир построен Хесет, милосердием. И мудрецы объясняют, что это значит. Это значит, что Всевышний, у которого все есть, мы говорим сейчас как баллистическую мысль, который ни в чем не нуждается, у него нет никаких нужд, у него нет никаких страхов, он имел все, и тем не менее, что он сделал? Он сотворил мир для того, чтобы творением его мира творить добро. У него было желание творить добро. Задают каббалисты вопрос. Они говорят, подождите, если он сотворил мир, потому что ему нужно было сотворить мир, чтобы творить добро, так что ж, получается, творение добра, это его нужда. Если так, значит, у Всевышнего есть нужда, а мы же только сказали, что не может быть нужды. И он дал без нужды, он дал вот так вот. Глубокий вопрос. И отвечает Раф Деслер и говорит, если вы заглянете внутрь самого себя, ведь каждый из нас сотворен по образу и подобию Всевышнего, и царь Давид говорил, «Бабсари Ахазея Локим, в плоти своей я увижу Творца». То есть иногда мы задаем вопрос, а почему Всевышний сотворил мир? Казалось бы, где мы можем найти ответ на такой вопрос? А мы задаем себе этот же самый вопрос. А почему мы хотели иметь семью, создали свой мир? А почему мы хотели иметь детей? А почему мы хотим или хотели кого-то любить? Это что, наша нужда? А в чем здесь дело? Так вот, Раф Деслер говорит, если мы заглянем внутрь самих себя, то мы обнаружим, что есть две причины, почему мы что-то делаем. И он дает очень глубокую каббалистическую идею. Для того, чтобы эту каббалистическую идею сделать очень простой, я постараюсь сделать ее очень простой. Представьте себе на мгновение, о, подержите этот стаканчик. Окей, вы не... Окей, представьте себе, что это стакан. Окей? Воображение можно? Есть такая? Можно я прошу вас стаканчик? Только для того, чтобы у нас просто было вот так вот раз. Представьте себе, что этот стакан, у него вода вот так вот. Правда? Я говорю, друзья, посмотрите, пожалуйста, на этот стакан. Что вы верите? Будут люди, которые посмотрят на этот стакан, они скажут, он наполовину пустой. А будут люди, которые посмотрят на этот же самый стакан. И они скажут, он наполовину полный. Есть люди, которые во всем видят что-то хорошее и фокусируются на хорошем. Есть люди, которые во всем, к сожалению, фокусируются на чем-то другом. Разные эмоции в результате первого и второго взгляда возникают у человека. Когда человек видит что-то и говорит, это стакан пустой, он смотрит на свою жизнь и говорит, жизнь у меня опустошенная, я брошен, я могу потерять работу. У него же еще работа есть, но он уже боится ее потерять. Он ощущает себя по жизни идущим одним, этот человек. В каждом из нас есть этот страх. И когда человек дает этому своему страху возможность, как сказать, управлять собой, то человек ощущает страх одиночества, и что у него все валится, ему трудно и плохо. Поэтому сказано в Торе, плохо человеку быть одному. Человек, когда смотрит и видит все плохое, он видит, что он брошен, мир брошенный, и он не видит Всевышнего, он ощущает одиночество, и он ощущает, как сказать, дисконнект, он ощущает, что мир этот брошен, нет творца. Теперь, если человек фокусируется на том, что у него есть, у него возникает ощущение благодарности за то, что ему дал Всевышний. Он обращает внимание на какие-то детали и начинает трепетать, видев в своей жизни руку Творца. Я даже приведу вам пример, с вашего позволения, я приведу вам пример. Несколько дней назад я стал дедушкой не в первый раз. Не в первый раз. Я даже сказал, что один из моих сыновей позвонил мне из Израиля, он говорит, папа, ты уже больше дедушка, чем папа. У нас было до одного момента равновесие, кого больше детей или больше внуков, все, сейчас я уже больше дедушка, чем папа, я уже больше дед. Вот такие дела пошли. Вот так вот. Я должен сказать, что моя дочка позвонила мне, раненько-раненько утром, это дело было в пятницу утром, и она мне говорит, ты знаешь, я была в госпитале, у меня начались роды. И я в момент родов спрашиваю себя, а моя бабушка, мы ее называли бабуля, мама моя, которая иногда приезжала со мной сюда вместе, когда у нее день рождения? Кстати, о дне рождения, Миша, видите, мы вернулись с днём рождения, видите, как важно помнить дне рождения. Она спрашивает, а когда у нее день рождения? Я говорю, четвертого сентября, в пятницу, четвертого сентября, когда она рожает. Она говорит, у меня мурашки по коже, у нее были, то есть, почему мурашки по коже, а? Она так ждала эту девочку, которая родится, она так о ней молилась, это было очень непросто, и все было, все было, и все было, и вдруг чудо происходит, рождается ребенок, не просто рождается, рождается в тот момент, когда ее любимая бабуля в этот момент родилась, у них был вопрос, как ее назвать, у них нет вопроса, как ее назвать, понимаете, то есть, мы начинаем обращать внимание на какие-то детали, случайности в нашей жизни, мы начинаем видеть, мы не одни, кто-то нас ведет, приведу еще один пример, как-то пришел один замечательный раввин из Ешивы Орсамея, в нашу школу в Сайной Академе, зашел в очень, очень трудный класс, я не знаю, сколько было ребят в классе, наверное, 30, что-то в этом духе, очень трудные такие ребята, будь здоров, они не заинтересованы, казалось бы, было бы вообще ни в чем и никак, и он заходит и говорит им, ребята, я тоже делюсь с вами этим же, этой же идеей, говорит, ребята, он говорит, вы знаете, я хочу поделиться с вами одним секретом, я хочу вам открыть один секрет, дело в том, что многие люди, даже религиозные, живут по жизни и не ощущают связи с Творцом, связи со Всевышним, люди могут ходить на Гогу, даже выполнять заповеди, он говорит, с ребятами, которые, ну, ребята из России, которые ничего не знают, пришли в школу, и, казалось бы, об этом вообще не думают, говорят, вы знаете, я могу помочь вам установить ваш личный контакт со Всевышним, я вам открою секрет, единственное, что я прошу взамен, это после 120 лет, когда вы будете в мире истины и ваши души будут свидетельствовать о том, что вы сделали в этом мире, то свидетельствуйте о моей душе, что я помог вам установить контакт со Всевышним, я открываю вам великую тайну, и вдруг тишина, что же за тайна, он говорит, очень просто, чувство благодарности, прежде чем вы идите, ложитесь спать, в течение 30 дней, а лучше 3 месяцев, в течение 30 дней, возьмите тетрадочку, листок бумаги и записывайте все хорошее, что у вас есть в жизни, один раз сядьте и напишите, что у вас есть, у вас есть семья, у вас есть друзья, у вас есть вас, я уже обращаюсь к вам, у вас есть дети, у кого-то есть родители, пишите о том, что у вас есть, мы очень часто в нашей жизни фокусируемся на том, что у нас нет, и это вызывает в нас страх и страхи, и чем больше в нас этого страха, тем больше вещей, которых мы боимся, в нашу жизнь врываются, поэтому наша задача фокусироваться на том, что у нас есть, радоваться этому и просить о том, чтобы у нас было еще, и мы должны помнить о том, что мы не одни, тот, кто дал нам то, что у нас есть, он также даст нам то, что нам еще нужно, потому что он нас не бросил, то есть человек, который фокусируется на том, что у него есть, и видит это, и говорит это, что происходит, это помогает ему установить со Всевышним контакт, это помогает ему ощутить, что он не одинок, потому продолжает, я сейчас возвращаюсь к книге Раф Деслера, и он говорит, вы знаете, есть очень интересное место в Туре, может быть, кто-то знает, мы ее прямо читали в этот шаббат вчера, там говорилось, все проблемы, которые придут в наш народ, изгнание, разрушение, преследование, все из-за того, сковорится, тахат, все из-за того, что не служил ты Всевышнему с радостью, спрашивают мудрецы, ничего себе, если бы, понимаете, они убивали, грабили, окей, страшные преступления, за них страшные наказания, из-за того, что не служили с разностью такие наказания, которые описаны в Туре, в этой недельной главе, за то, что не служили радостью, изгнание, преследование, как это может быть? Отвечает Раф Десслер, если в службе нет радости, помните, мы говорим сегодня Labor Day о службе, правильно? Если в службе, если в Labor, которую делает человек в труде своем, которую делает человек, нет радости, то нет службы. Если человек воспринимает свои обязанности как бремя, как бремя, то нет ничего. Если мужчина и женщина обременены, то тогда нужно укрепить любовь, чтобы мужчина с радостью бежал и дарил женщине цветы, чтобы ему не нужно было напоминать, потому что он влюблен, потому что он хочет, потому что он стремится. Отношение к заповедям у еврея должно быть не как времени, ах, как это тяжело, сделай то, сделай это. Это приятно, это радость, это удивительно, это прекрасно. Человек, который ощущает радость, он радуется, и этой радостью он может делиться. Подумайте, почему Всевышний сотворил мир? Не потому, что он ощущал недостаток, а потому, что он ощущал, что у него все есть. Обратите внимание, что есть такое слово на иврите шефа. Кто-то знает на иврите шефа? Шефа отозначает наполненность, plenty. Есть слово шепуа, это угол. Когда мы наливаем кедуш в шаббат, то мы стараемся, чтобы вино было полностью накрывало, правильно? И оно даже чуть-чуть поднималось. Вот смысл переполненности бокала, каббалистический, мистический смысл, что в нашей жизни мы с вами должны ощущать себя переполненным бокалом. Человек должен ощущать себя переполненным радостью, потому что мы переполнены тем, что у нас есть. Это не значит, что у человека не может быть проблем, страданий, испытаний у каждого не есть. Но то, как человек смотрит на мир, он смотрит на мир, так как сказал Всевышний, я, Рошем, китов, и увидел Всевышний, и это хорошо. Мы выбираем, это наш выбор, вот он наш выбор, мы выбираем видеть хорошее. И когда мы видим это хорошее, это вызывает на чувство благодарности. Чувство благодарности это ключ чувства радости. И когда человек ощущает чувство радости и переполненности, то он тогда что-то делает не потому, что это ему нужно, обратите внимание, а потому, что он рад делиться чем, что у него есть. Один человек испытывает страх, и он говорит, а я должен это взять. а другой человек испытывает радость и веру, и он говорит, я рад с тобой поделиться. Говорит Раф Дейслер, это совершенно разные чувства. Я знаю, что я говорю о тонких вещах, но наша аудитория, потому как вы слышите, как вы воспринимаете по вашим глазам и сердцам, я понимаю, что мы находимся с вами, как сказать, на одной волне. И поэтому я вам приведу просто две иллюстрации этой мысли. Что означает жить и радоваться и служить с радостью? Например, был магит из Дубда, замечательный был рассказчик, который всегда приводил рассказ, чтобы проиллюстрировать какую-то идею. У него спросили, что означает служить Всевышнему с радостью? И почему из-за того, что не служили Всевышнему с радостью, были проблемы? Он говорит, человек, который не служит с радостью, он кряхтит, ему трудно, правда? Он, ааа, у него это бремя, это служба, это бремя. Он говорит, представьте себе, человек едет в поезде, я не знаю, ездил мы в поезде, но сто лет назад, 200 лет были еще поезда, человек едет в поезде, и у него там, понимаете, сдают, ну, наверное, здесь тоже, кстати, мы летим на самолете, в Лос-Анджелес, в Сан-Диего, там и так далее, да, в Лас-Вегас, кто-то ездит, с разными местами. И вот, представьте себе, что мы сдали чемодан, и у нас есть помощники, которые спрашивают, а какой ваш чемодан, тот или этот, знаете, там, особенно в аэропортах, чемоданы крутятся, нужно найти свой чемодан, и вот, вы говорите, ну, вот помощник, возьми там, вот, вот тот, он побежал, и берет чемодан, и кряхтит, говорит, ой, какой у вас тяжелый чемодан, магит издубно говорит, нет, ему отвечает хозяин, чемодан, говорит, ты ошибся, это не мой чемодан, верни его, у меня чемодан легенький, Всевышний говорит, если ты служишь мне, то это легко и радостно, а если у тебя это бремя, это только свидетельство того, что служишь ты кому-то другому, может быть себе самому, не Всевышнему, тонкий момент, если мужчина служит своей любимой жене, то это ему в радость, окей, обращаем внимание, он не кряхтит, ему не тяжело, просто напоминаем, второй момент, коцкие рэбе, рэбе из города Коцк, в Польше, он говорит, знаете, что означает, их наказали, еврейский народ был наказан, за то, что они не служили с радостью, знаете, это объясняет, какой здесь смысл, но это очень простой, прочитайте это предложение, поставьте запятую, все произошло из-за того, что, когда служил ты Всевышнему, запятая, в радости был, когда не служил ты, то что означает, мы говорим так, я перевожу, килоаватта, потому что не служил Всевышнему с радостью, да, он говорит, прочитайте по-другому, не служил Всевышнему, запятая, и радовался, но представьте себе, стучатся к человеку в двери, говорят ему, там помоги, 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 а он где-то там далеко, там наверху, думает, ну я подойду, ах, ну придется помочь, ну не хочется, это бремя, тяжело, трудно, и вот он кряхтит, и пока он до двери дошел, подошел, дверь открыл, а человека уже нет, какое у него чувство, камень в сердце упал, облегчение какое, а ты не выполнил митцвы, радуешься, или бывают другие ситуации в жизни, когда человек должен что-то сделать, да, а он не сделал, и радуется, потому что не надо это делать, или например, должен был там молитву прочитать, а время прошло уже, а, беркат амазону нужно было прочитать, забыл, а, уже время прошло, ах, жалко, ты смотри, я упустил возможность сделать доброе дело, а, переживаю, я хочу его сделать, то есть, если ты действительно хочешь служить, то тогда возможность службы для тебя, это, это ценно, это важно, и когда ты это делаешь, то это радует тебя, и люди это знают, и потому говорил замечательный, великий раввин, которого звали Рыбмойши Фанштейн, он говорил так, он говорил, никогда не говорите своим детям, ох, трудно быть евреем, никогда не показывайте, что что-то выполнять, шаббат, лекошрут, или что-то еще трудно и тяжело, наоборот, всегда показывайте, как вы гордитесь этим, как вам приятно, как вам хорошо, праздник, садитесь вместе, радуйтесь, шаббат, садитесь вместе, радуйтесь, выполняйте заповеди, как? с радостью, когда дети будут видеть вашу радость, то получается, что вы с этой своей радостью с ними делитесь, и дети будут радоваться вместе с вами, кстати, если уже мы говорим об этом, вы знаете, что означает быть мужем, у мужа есть несколько заповедей, и одна из заповедей, это одевать жену, кормить жену, и радовать жену, интересно, мудрецы говорят, имеется в виду, что мужчина должен быть источником, то, что сегодня на английском языке, это называется emotional support, ох, какая, друзья, это важная тема, и я так рад, что я ее упомянул, это наиважнейшая тема, и я ее скажу так, если вообще что-то сегодня важно понять, для того, как управлять компанией, как управлять бизнесом, как управлять страной, и что такое, то, что называется the nature of leadership, то есть, что такое, по сути, как бы, природа управления, или мы скажем так, природа лидерства, или по сути, мы скажем, как быть царем, Гарвардский университет, где-то лет 30 назад, делал исследование, Ельский университет продолжил, они пришли к идее, которая называется сегодня emotional intelligence, некоторые говорили, лишь для того, чтобы в жизни преуспеть, нужно быть умным, и потому постоянно измеряли IQ, emotional intelligence, насколько человек там ориентируется в книгах, понимает тексты и так далее, и тому подобное, а потому что к выводу, что многие другие люди, которые, может быть, плохо учили в школе, но потом выходят в бизнес, они становятся преуспевающими людьми, почему? Потому что они умеют общаться с другими, они умеют делать сделки, а у них совершенно другой уровень, так сказать, взаимоотношений, и поэтому очень важно лидеру обладать способностью управлять своими эмоциями и влиять на эмоции других людей. Спрашивают, что означает возглавлять компанию, что означает возглавлять страну, что означает быть царем, по сути, что означает быть мужем в семье. Я скажу простую мысль, но я думаю, что я лучше всего я вот таким образом ее переведу. У каждого из нас есть своя уникальная, назовем ее blood system, то есть у нас своя уникальная система кровообращения. У каждого из нас она своя, уникальная и закрытая. Что это означает? Это означает, что то, что происходит у меня, в моей системе крови, это у меня, у вас свое, кто-то, не дай бог, у него инфекция, меня это не ко мне, это не имеет отношения. Теперь, эмоциональная система у каждого человека, в отличие от кровеносной, открытая. Мы все друг на друга влияем, условно говоря, пришли к этому ученые. Настолько влияем, что, например, приводится исследование и говорят так, вот скажем, возьмите медицинские сестры, медицинские сестры, которые ухаживают за больными, например, после инфарктов. И есть сестры, которые в хорошем настроении, а есть сестры, которые в плохом настроении. И до последнего времени они думали, что это та сестра, это сестра, это подошла, или там дала лекарство, или это подошло, дала лекарство. Какая разница? Нет? А какая разница? Объясните. Отношение, как отношение, отношение. Имеет ли это какое-то отношение к смертности больных? Нет. Если вы посмотрите, когда я начал открывать, когда я начал читать книги, уму непостижимо. смотрят сестры в плохом настроении или в депрессии, и смотрят сестры в хорошем настроении, сестры в хорошем настроении, их пациенты имеют гораздо, гораздо, я боюсь просто сказать, я хочу проверить, гораздо больший шанс выживания, преодоления болезни, чем эти сестры. Почему? Потому что одна сестра заходит, и она дает энергию, а другая заходит, приходит муж. Как муж должен прийти домой? Муж должен прийти домой, как будто он зажигает ханукальную свечу, или так будто он зажигает минору в храме. Потому что минора в храме, которую зажигал Аарон, она напоминала о том, как Всевышний сотворил свой храм, а храм Всевышнего это весь мир. А как он это сделал? Боёй Марашем и сказал Всевышний, да будет свет. И сказал Всевышний, да будет свет. И что? И был свет. Друзья, что это означает? Это означает, что когда мужчина приходит домой, его обязанность дарить свет. Он ходит домой так, чтобы радовать окружающих. Он может войти так, что все боятся, все кому-то страшно, а вдруг он в том, он будет плохом. Да, и тогда это не годится. Он должен прийти так, чтобы он сиял, и люди вокруг него сияли. Он рад. И что он делает? Он делится радостью. Я говорю о мужчине, а женщина, конечно, а что мужчина не менее слабый пол, правда, ему тоже нужна поддержка эмоциональная, еще как. Поэтому мужчина поддерживает женщину, а женщина поддерживает мужчину. Но его царственность проявляется в том, что он дарит свою радость другим. У него могут быть проблемы. Например, что означает быть лидером компании? Все боятся, всех трясет, компания вот-вот обанкротится. Приходит хозяин или приходит лидер и говорит, ребята, будем делать так и так, и все преодолеем. Все собираются и двигаются вперед. Идет война, там полк проигрывает, приходит командир и говорит, ребята, пойдем в атаку, разобьем врага. Они вдруг раз, собираются и двигаются вперед. Идет баскетбольный матч, вот, например, я слышал недавно Россией с Израилем играли, я не знаю, слышали или нет. Проигрывали, проигрывали, израильтяне проигрывали, вдруг в конце раз и выиграли. Что произошло? Кто-то, то ли какой-то там есть баскетболист, Каспий, кто-ли еще, какой-то человек стал, Владимир сказал, ребята, да, все будет хорошо. Что он сделал? Он вдохнул в других веру, да, он поделился какой-то духовной силой. И получается, что когда один такой человек заходит, он влияет на других, он вдохновляет других. Я хочу, чтобы мы задумались на мгновение о том, какие уроки мы можем извлечь из того, как Всевышний творил мир. Посмотрите, сказано, я сказал изначально, и увидел Всевышний, и что? и увидел Всевышний, и это хорошо. И увидел Всевышний, и это хорошо. Что это означает? Что это означает? Ты увидел Всевышний, и это хорошо. Представляете себе, Всевышний творит что-то, останавливает момент творения, потом говорит, ага, это я делаю хорошо, что он себе отметку ставит? Еще что-то подделал? Да, искал Всевышний, и это хорошо. Ты смотри, молодец, сам творит, еще сам себе отметки ставит. Ничего себе, да, мы уже это сказали, да, а какой нам урок, говорят мудрецы, говорят мудрецы, это не рассказ о том, как Всевышний сотворил и посмотрел, то, что Всевышний посмотрел и увидел хорошее, это акт творения хорошего, так творят хорошее. Как творят хорошее? Видят хорошее в людях прежде всего. Я когда говорил о бокале, вы понимаете, о стакане, это был просто пример. В каждом человеке есть смесь того и другого, и каждый может обращать внимание на достатки других и не замечать достоинства. Наша задача, если пойти ему подобиться Всевышнему и быть подобны ему, царем мира, да, что мы должны делать? Мы должны обращать внимание на хорошее в нашей жизни и также на хорошее в людях. Хочу привести пример. Замечательный был человек, которого звали Левийцик из Бердичева. Кто-то слышал такого, ой, какой это был защитник Израиля, как он заступался за евреев. Например, он идет однажды по улице и на встречу ему идет в шаббат человек, молодой человек, сигареты, наверное, с папиросой в те годы, да, и курит. Ну, Левийцик из Бердичева, он понимал, что если идет человек по городу Бердичеву, и он раввин города Бердичева, он не может пройти равнодушно, правильно? Что он делает? Он говорит, молодой человек, вы, наверное, не знаете, что сегодня шаббат. Он говорит, конечно, знаю. Тогда вы, наверное, не знаете, что мы, евреи, в шаббат не курим. Нет, говорит, я тоже знаю. И тогда он вознес молитву к небесам и сказал, он говорил, Всевышний, ты посмотри, какой праведный человек. Он говорит правду, он не обманывает. В этой ситуации тоже увидит хорошее. Или он видит, например, а, вот этот человек должен был быть в синагоге. И вдруг он выходит из синагоги в Толите, в Тфелин, и начинает чинить свою телегу. И что он говорит? Все посмотрели бы и сказали, ты смотри, где же ты эту самую, понимаешь, телегу свою, сними сначала Тфелин, сними Толит, там закончишь молитву, почему ты сейчас посередине? Он говорит, ты посмотри, какой праведный еврей. Он даже свою работу делает и снимает Тфелина и Толита, вы понимаете? Вот это да, а? Вот это, вот это был человек, который видел это, вы понимаете? Он в Роша Шану обращался ко Всевышний, говорил, Всевышний, отмени свои приговоры, защити свой народ. Он требовал Всевышний, был защитником народа Израиля. Очень часто тоже. А мы смотрим на человека, тут же его осуждаем. Он говорил, не надо осуждать людей, становитесь в позу защитника человека. В Роша Шану он хотел быть защитником людей. Защищайте людей, у него фамилия была такая, наидыш, Дернамбикер, по-моему, что означает защитник. Вот так называли. Защитник, у меня в школе учился его потомок именно с этой фамилией. Защитник. И он говорил всегда, когда вы видите человека, которого обвиняют, постарайте его в сердце своем и на устах своих защитить. Найдите в нем что-то хорошее, скажите о нем что-то хорошее, постарайтесь это сделать. И, наверное, я приведу сейчас, друзья, наверное, я приведу сейчас эту мысль, пусть эта мысль будет, как сказать, заключающей. Один замечательный раввин, мой большой друг, его зовут Рабьосиф Митник, замечательный друг, он получил когда-то в организации Торума Сора, которая является объединением еврейских школ Америки, он получил как бы приз, неправильное слово приз, он был guest of honor. То есть он был почетно награжден званием лучший учитель года еврейской школы Америки. Большое звание. И вот его пригласили, и он должен был выступить и открыть свой секрет. Что же он знал такого, что позволило ему стать таким замечательным, прекрасным учителем? Он ведь собрались в каком-то большом отеле в Хилтоне, огромное количество людей, более тысячи человек собралось там с разных школ, разных организаций еврейских. Он встал, значит, на пьедестал, он должен был ответить и сказать им несколько слов. Он говорит, вы знаете, вы здесь педагоги, говорите о педагогическом искусстве, я скажу вам, что все, чему я обязан, я обязан своей матери. Я, кстати, хочу сказать то же самое, все, что я знаю в своей жизни, я тоже обязан своей матери. Аллея шалом, так же, как мы все обязаны нашим родителям, чтобы память их была благословенна. Он говорит, я всему обязан своей матери. Моя мать, она написала одну такую книгу, это он просто драматизировал. Моя мать написала одну такую книгу, которая важнее, чем все книги, которые были когда бы то ни было написаны о педагогике образования и воспитании детей. Которые даже если вы соберете со всего мира и наполните этот огромный зал, то все равно это одна книга моей матери, она будет важнее. Я сказал, книга, шутит он и говорит, нет, моя мама не могла написать книгу. Она написала одну фразу, я сказал, написала, да нет. Она родилась где-то в местечке недалеко от Киева, и она вообще не умела писать, она умела только говорить. Это не была книга, это не была страница, это не было даже предложение. Это была всего одна лишь только фраза, но это одна фраза важнее, чем все книги, которые вы прочитаете, когда бы то ни было в своей жизни о педагогике. Чего себе, ну это же, он и хотел зажечь, он сказал что-то наидыш, что я, я скажу это все-таки вам по-русски, да. Наидыш есть такое выражение, скажи ребенку, что он хороший, и он будет еще лучше. Скажи ребенку, что он хороший, и он станет еще лучше. Очень часто мы, приехавшие из Советского Союза, в котором очень занимались критикой, самокритикой, общественной, как называлось там, вот эти вот собрания, да, когда прилюдно людей там стыдили и так далее и подобное, да. Он говорил так, что нужно ребенка, есть такое выражение, to catch, on doing something good. Мы должны людей, как, какое здесь правильное слово, мы должны людей, как сказать слово, to catch, to catch, we're catching people, то есть мы должны людей, мы должны обращать внимание на людей, не тогда, когда они делают что-то плохое, и мы хотим сделать им замечание. А мы должны обращать внимание на то, когда они хотят сделать что-то хорошее. Мы обращаемся к той же самой идее, правильно? Т той же самой идее. Мы очень часто обращаем внимание, ой, здесь половина полная, почему ты не пришел вовремя на работу, а почему ты опоздал на урок, а почему ты не дал мне цветы, а почему ты не дала мне это, это, мы обращаем внимание постоянно на то, что плохое. А дети, когда им говорят все время, не комплименты, а замечания делают, да, то они говорят, ну что такое, как я делаю что-то плохое, мне говорят, замечают. А я сделал что-то хорошее, воспринимают как само собой разумеющие, не обращая внимания. То есть такой ребенок, ему нужно внимание родителей, а у него единственный способ его получить. Как? Сделать что-то плохое. Поэтому, говорит раб Митник, что мы должны делать? Мы должны видеть что-то хорошее и говорить об этом. See good and say good. Всевышний сотворил мир словом. Он увидел хорошее и он сказал это хорошо. Простой, простой, простой урок. Очень часто в бизнесе делают исследования, компании говорят, все в компании хорошо. И деньги вроде есть, и вроде идея бизнеса есть, и вроде производство должно работать. Почему-то люди только работать не хотят. А в чем дело? Начинают искать, копаться, копаться, копаться. Много там исследований проводят. В конце концов, вы знаете, в чем дело? Мы поговорили с сотрудниками, и хотели спросить у них. А вы удовлетворены тем, что вы работаете? То вроде зарплату дают, да. Ну а что вам не хватает? Вы знаете, никто не замечает, что я делаю. Мне нужно, чтобы кто-то подошел, начальник, хозяин, и сказал слово доброе. Не хватает доброго слова. И если не хватает доброго слова, слушай, ты прекрасно работаешь, вот смотри, я заметил. Это не фальшь. Это не... Какое правильное здесь слово, да? Это не обман. Это не может быть обманом. Человек действительно сделал. И нужно что сделать? Действительно это заметить, увидеть и сказать. Поэтому, друзья, вы сказали о своем отце, что он замечал, что людям нужно. И очень скромно, тихо им помогал, потому что на самом деле любил помогать людям. И этим он проявлял свое ощущение наполненности, доброты, радости внутренней. И этой своей радостью делился. И был рад делиться с другими людьми. Поэтому мое благословение в его память, чтобы мы научились от него Юрия Арьевича. Если вы хотите, хотите добавить? Юрия Арьевича, чтобы вы научились его царственности. Отец, он как царь. Научились его царственности. Что это значит? Это как давать, да? Как дарить? Как делиться? И, наверное, самое главное, что я хотел бы сказать сегодня, это то, что человек, который требует, настаивает на уважении, и говорит, я царь, дай мне это. Он не царь, он тиран. Настоящий царь, его принимают с любовью и уважением. Настоящий царь, он великодушен. Он дает свободу выбора признать или даже отказаться от него. Но он стремится к тому, чтобы заслужить уважение и любовь окружающих. Это настоящий царь. Человек может стать царем только тогда, когда он эту свою царственность дает другим. Что это значит? Если, например, муж, что он должен сделать? Если он сделает свою жену царицей, если поставит ее на пьедестал, он оказывает ей уважение, говорит мудрецы. Кто уважаем, тот уважает других. Тот, который уважает свою жену, тот, который уважает своих близких, уважает своих детей, относится с уважением и любовью к другим и заслуживает уважения других. Это и есть. Он становится царем. Единственный способ для нас стать царем, это давать уважение. Прежде всего, царю царей. И потому давать уважение окружающим людям. Если жена хочет стать царицей, что она делает? Она дает уважение своему царю. Поэтому хочу пожелать всем нам, друзья, чтобы мы видели всегда только хорошее. Чтобы мы испытывали только чувство благодарности и радости. Чтобы мы были мотивированы не страхом, а верой, что мы не одни. Всевышний с нами, кто нам всегда поможет. Чтобы мы с радостью делились тем, что есть у нас другими, включаясь своей радостью, своим уважением и своей любовью. И обязательно заслуживали взаимности. И чтобы у каждого из вас был замечательный, хороший, друзья, и сладкий год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok